Все чаще здоровью жизни детей угрожает огонь. Одна из последних трагедий произошла в Боханском районе. Там, в горящем деревянном доме, погиб двухлетний мальчик. Его матери удалось спастись вместе с новорожденной девочкой. Пожар, скорее всего, спровоцировал короткое замыкание. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Проверки лаборатории региона показали, что слишком часто анализы на ковид в Иркутской области выполняются слишком долго. К таким выводам пришли в Федеральном Роспотребнадзоре. В надзорном ведомстве выяснили, что результаты в регионе выдаются в течение 3-5 суток, в то время как в 99% случаев исследования проводятся в течение 48 часов. В правительстве Прибайкалья с данными Роспотребнадзора не согласны. В областной администрации рассказали, что все результаты тестов выдаются оперативно. Более того, в ближайшие дни в Уссули-Сибирском откроется еще одна ПЦР-лаборатория. При этом в Иркутской области каждый день подтверждаются диагнозы в среднем у 260 людей. Так, сегодня о неутешительном диагнозе услышали 263 человека, но немало пациентов, которые и выписались. За сутки выздоровело 317 человек. Правда, 10 жителей региона все же не справились с болезнью.